Частенько под своими роликами о градостроительных проблемах наших городов, ну например, те же самые обзоры новых районов в полях, вот под ними я встречаю комментарии с вопросами, а что делать дальше? Вопрос замечательный. И таких вопросов на самом деле примерно столько же, сколько и комментариев в духе, что ты вообще вякаешь и вообще нормально живем, у других еще хуже. Сегодняшним роликом хочется ответить и первым, и вторым, потому что мы посмотрим на градостроительную политику Роттердама. Как после войны там дорушили свой старый город ради прекрасных, ну как всем тогда казалось, новых проектов и градостроительных экспериментов. Но в итоге получили социальные, транспортные и градостроительные проблемы с мертвыми и опасными районами прямо в центре города. Другое дело, что тут быстро осознали свои ошибки молодости и по сей день исправляют те просчеты. В общем, усаживаемся поудобнее, сегодня изучаем Роттердам. Город, который стал градостроительным полигоном для всех Нидерландов в 20 веке и по сей день удивляет своими проектами. Роттердам – второй город страны и финансовая столица Нидерландов. Здесь даже шутят, что Роттердам зарабатывает деньги для страны, а Амстердам их тратит. Главное же, что Роттердам вообще не похож ни на один другой город страны. Ну то есть за канальчиками, пряничными домиками сюда точно нет смысла ехать. Дело в том, что в 1940 году немецкая авиация капитально прошлась по центру города. Вы наверняка видели эти кадры города до и после войны. Как минимум я их показывал в своем обзорном ролике про опыт восстановления городов после войны, где я разбирал советский и европейский опыт. Вот только внимательный зритель не мог не заметить, что фото, точнее город на фото, подозрительно стерильный. Где остатки зданий, следы огня и вообще разрушения? Почему только пустыри с отдельными и подозрительно хорошо выглядящими доминантами, типа соборов и ратуш? Неужели немцы не только бомбили Роттердам, но еще и делали это очень выборочно, сохраняя самые красивые здания, а затем еще и прибрались за собой? Ну, конечно же нет. А дело в том, что после войны голландцы вместо восстановления решили пойти другим путем, отстроить город заново, уйдя от кривых улиц, домов без вентиляции, грязных каналов и прочих атрибутов пережитков прошлого. Поэтому часто то, что можно было спасти и восстановить, тут брали и доламывали, давая простор градостроителям. На фоне послевоенного экономического бума, тут, во-первых, очень полюбили автомобили. Да, тогда голландцы сами верили, что у них не тот климат и менталитет для велосипедов. И ради еще одной полосы для машин сносили дома и даже засыпали каналы. А во-вторых, при выборе общей стратегии застройки, смотрели в сторону городов США и тоже пошли по пути разделения районов, где центр города для офисов, а окраины уже для спальных районов. Новая застройка старого центра началась от центрального вокзала вдоль новых главных проспектов и почти целиком состояла из огромных офисных комплексов, многие из которых стоят по сей день. Сам вокзал и послевоенные окраины мы еще посмотрим, но чуть позже. Сейчас я лишь отмечу, что местным градостроителям хватило ума не копировать бесконечные одноэтажные пригороды, то есть которые начали строить вот в США, здесь этого делать не стали, потому что туда можно добраться исключительно на автомобиле, и если бы голландцы пошли по этому же пути, то сегодня у Роттердама было бы еще больше проблем. Но здесь все-таки догадались так не делать. Сначала процесс застройки центра шел неплохо. По сравнению с остальными городами страны, с их консерватизмом, тут у архитекторов была почти полная свобода творчества, чем они пользовались. Власти города даже целенаправленно создавали бренд города архитектуры, чтобы привлекать к себе специалистов и людей. В своем телеграм-канале «Город для людей» я даже рассказывал про первый послевоенный комплекс города и насколько он был крут с точки зрения инженерной начинки для тех лет. Ссылка на тот пост будет в описании под видео. Вот только затем стали всплывать проблемы. С одной стороны, из центра и ближайших районов начался отток людей в новые пригороды, потому что вся инфраструктура для жизни создавалась там. С другой стороны, все новые улицы и самые современные деловые кварталы просто вымирали после 6 часов вечера. Люди просто разъезжались по своим домам. Затем начался эффект домино. Без людей, магазинам и ресторанам не было никакого смысла открываться и работать в центре города. Кроме того, пустые и темные окна домов били по психике. А главное, что отсутствие социального контроля, ну то есть людей на улице, способствовало росту преступности. В случае беды человек оставался один на один с ней после окончания рабочего времени. Поэтому после 8 часов вечера в центре города было просто небезопасно появляться. Стало понятно, что все эти проблемы связаны не с плохой работой полиции или неудачным климатом. Первопричина крылась градостроительной ошибке с модернистским четким разделением районов по функциям. Тут настолько хотели уйти от средневекового смешения жилья, бизнеса и рабочих мест, что в итоге разрушили саму суть города. И эту проблему пришлось решать очень оперативно. Одним из первых проектов по спасению центра можно считать пешеходную улицу Линбан. Это вообще первая пешеходная улица мира. Ее построили в 1953 году. Тут, правда, надо пояснить, что до появления массового автомобиля все улицы по умолчанию были пешеходными. Но конкретно здесь пешеходность была задумана как противоположность улицам с машинами. Ну, то есть новизна была именно в этом. И в те годы все думали, как бы найти место для еще одной полосы, где там парковку разместить. А здесь поступили ровным счетом наоборот и убирали вообще все машины. По сути, городские планировщики здесь даже перепридумали средневековую улицу в новых реалиях. Оставив невысокую этажность и человеческий размер улицы, чтобы вы с одной стороны видели, например, витрину магазина напротив, сделали минимум стен, чтобы открыть все витрины, плюс был заложен единый навес на случай дождя или чтобы спрятаться от солнца. Проще говоря, здесь убрали все лишнее, оставив только торговлю и человека перед ней. Подвоз товаров же шел с заднего двора. То есть машины и люди вообще не пересекались. Такая оживленная улица была нужна, чтобы все необходимое для жизни было не где-то далеко в торговом центре, до которого еще нужно доехать, а прямо у дома. Собственно, за самой улицей эти жилые дома и построили. Так началось возвращение жизни в центр Роттердама, чтобы после ухода белых воротничков на улицы выходили уже местные жители. Но несколько жилых домов на целый центр города, хоть и лучше, чем ничего, но погоды не сделают. Это очень мало. Поэтому возвращать квартиры начали и другими способами. Особенно этот процесс усилился в 1970-х годах. В какой-то момент туда же решили заморозить строительство всех офисных зданий в пользу жилья. И запрет держался до середины 1980-х годов. Представляете такое где-нибудь в центре Москвы, где есть похожая проблема вмирания? Я вот не очень, а в Роттердаме смогли. Кроме того, центр города здесь стал вообще площадкой для различных экспериментов с жильем. В том числе появилось очень много малоэтажного жилья, например. Более того, помимо строительства новых домов, тут пошли дальше и начали процесс перестройки офисных зданий под квартиры. Понятно, что для этого нужно было договариваться с собственниками зданий, но спрос на жилье это поощрял. Если опустить периоды строительных бумов и затишей, и перейти к нашим дням, то процесс возвращения жителей в центр города продолжается. И здесь активно над этим работают по сей день. С общественными пространствами в Роттердаме сегодня тоже активно работают. И вот в частности мы стоим на одной из центральных улиц, которую несколько лет назад полностью реконструировали. Ну то есть в целом после войны многие магистральные улицы представляли из себя смеси улиц и дорог. Очень проавтомобильный дизайн, но юридически это все еще была улица, где ходят пешеходы, ездят велосипедисты, ходят трамвай и все такое прочее. И если мы посмотрим на старые панорамы, то увидим, что до реконструкции здесь был по центру трамвай, а по бокам была довольно широкая проезжая часть для машин. И в рамках реконструкции, я бы даже сказал, в рамках гуманизации улицы, чтобы ей было удобно пользоваться велосипедистом, пешеходом, и в целом зародилась уличная жизнь, здесь одну проезжую часть с одной стороны полностью убрали, перекинув машины на оставшуюся сторону от трамвая. И сейчас получается, что трамвай все еще ходит по центру улицы, но с одной стороны у нас огромная пешеходная зона с широченной велодорогой, а по другую сторону уже тоже широченные тротуары и машины. И за счет этого получилось сделать нормальную инфраструктуру, опять же, для пешеходов и велосипедистов. То есть вы можете здесь спокойно отпустить ребенка поиграть, потому что место позволяет, и это безопасно. Получилось также высадить новые деревья, за счет чего летом, я думаю, все-таки улица будет прикрытой, и будет тень с комфортным микроклиматом. Ну и главное, что даже удалось найти место для нового бизнеса, потому что в некоторых местах тротуара получился такой большой, что вошли небольшие павильоны. И получается, что улица стала более насыщенной с точки зрения бизнеса, точек притяжения, стала лучше для пешеходов, и в целом условия жизни в центре города стали чуть комфортнее, чтобы не только здесь работать или закупаться, а чтобы полноценно жить и при том жить даже с детьми. В целом, ошибки 20 века скорее были выучены, и сейчас их стараются не повторять. По крайней мере, вот на примере этого здания за ратушей очень хорошо видны новые современные подходы, потому что здесь под одной крышей есть здание департамента при мэрии, есть городской музей, есть бар, есть кофейня, есть рестораны, рабочие места, и сверху идут квартиры. То есть такой небольшой город в городе, где в рамках одного здания сосредоточены абсолютно разные функции, чтобы здание и округа в целом жила постоянно, чтобы не было больше проблем вымирания. Более того, видимо, те ошибки чему-то все-таки научили голландцев, и поэтому сейчас, даже когда они делают вот такие мультифункциональные здания, они при проектировании закладывают возможность что-то изменить. То есть здесь такой шаг-колонн и такая планировка, что если потребуется, можно будет, например, разъединить разные входы, что в жилье один вход с улицы, в мэрию другой, или там в офисы третий, например. Потому что сейчас все это объединено одним большим таким холлом, который даже можно назвать городской площадью, на мой взгляд. Но если вдруг больше не потребуется такая планировка, что-то изменится, то за счет небольших вложений можно будет все изменить, чтобы здание продолжало дальше отвечать на новые вызовы времени и быть актуальным постоянно. Кстати, да, чуть было не забыл сказать. За счет того, что здание длинное, чтобы оно не нарушало связанность районов, через эту городскую площадь-коды в здание и в бизнес, можно пройти насквозь. Притом можно пройти насквозь круглосуточно. И здесь же где-то еще рядом есть подземная велопарковка для тех, кто приезжает в офисы или в мэрию. Вообще в Роттердаме очень много дорогой архитектуры. Ну то есть здесь действительно очень много экспериментируют. И особенно в центре Роттердама можно подходить практически к каждому дому, и там будет что посмотреть и о чем рассказать. И во многом делать такое позволяет нормальной экономической ситуации, когда сложные проекты окупаются в течение, например, десятилетий. И девелоперы должны держать в голове разные кризисы. Ну то есть что может случиться что-то, что, например, порушит их экономическую модель. И в этом плане очень важна гибкость. И поэтому мне рассказали, что здесь сейчас отходят от концепции строительства подземных парковок. Ну потому что, в принципе, в каком-то обозримом будущем, скорее всего, личный автомобиль как явление пропадет. И скорее все будут перемещаться либо на каршеринге, либо вообще беспилотные автомобили поглотят себя и каршеринг, и такси. И машины будут в основном двигаться, а не стоять. Потому что проблема частных машин, что больше 90% времени они, как правило, простаивают. А земля в Роттердаме, да в целом в любом большом городе, земля это самый дефицитный ресурс. И здесь, понимая, что дом будет стоять там в течение столетий, и что за это время может много чего измениться, пришли к пониманию, что хорошо, мы делаем сейчас парковку, но преимущественно делаем ее надземной, потому что это дешевле. А еще что делаем ее с такой мыслью, что в случае чего мы сможем нарезать там либо квартиры, либо офисы. То есть пространство получается очень гибким. И за моей спиной как раз дом, где первый этаж торговый, то есть вы идете вдоль витрин, можете заходить внутрь. А если вы поднимете голову чуть выше, увидите, что там какие-то странные выемки, как будто бы внутри ничего нет. Ни света, ни остекления, а потому что там идет парковка. А уже над парковкой идут обычные квартиры. Но опять же, в случае чего, будь то эпидемия, экономический кризис, там жилищный кризис или что-то еще, вы эти этажи сможете переосмыслить, сделав их либо жилыми, либо офисными. Ну, казалось бы, очень просто, но как факт, что здесь думают на десятилетиях вперед, мне кажется, это очень правильный подход. Потому что гибкость это то, что предотвращает как раз многие городские проблемы. А сейчас мы с вами оказались на дне. В прямом смысле этого слова, потому что это осушенная территория. И если вдруг прорвет какую-либо из дамб, то первые два этажа всех домов в округе окажутся под водой. Но я сюда приехал, чтобы рассказать вам про послевоенную застройку Роттердама, куда как раз активно переезжали люди из разрушенного или полуразрушенного центра города. И как, в принципе, развивалась, можно сказать, городостроительная мысль тогда. На примере этого район. И начать стоит с того, что если вы будете смотреть издалека, то вам покажется, что это какой-то советский микрорайон. Особенно если вы откроете карты и увидите, что в центре мегаквартала стоит школа, детский сад, там семейный доктор. А вокруг очень такая непонятная структура, то сверху будет казаться, что микрорайон. А кажется, здесь на земле, то на фоне всегда где-то будет виднется коробка. И если там ее еще покрасить какой-нибудь белый или серый цвет, то будет казаться, что ну прям Беляева какой-нибудь. Но не все так просто. Потому что сходство на зелени и простых модернистских коробках на самом деле заканчивается. Здесь, в отличие от советских микрорайонов, не использовали там одну-две серии на весь микрорайон. Здесь абсолютно разные морфологии, которые, можно сказать, покрывают разные этапы жизни человека. То есть, с одной стороны, у нас есть многоквартирные дома, многоэтажки, где довольно простые квартиры, которые отлично подходят студентам, одиноким людям или молодым семьям, например. Ну, то есть покрывают все их запросы. Но основная масса жилья здесь – это танхаусы, которые уже очень хорошо подходят для семей с детьми, например, с большими животными. И что такое танхаус? Ну, на самом деле, это формат жилья, который существует уже последние несколько сот лет. В Европе он достаточно распространен. Но вот на территории постсоветского пространства застройщики вообще его игнорируют, и люди тоже не особо-то понимают, что это такое. А оно, на самом деле, очень классное. Потому что, несмотря на низкую этажность, за счет работы с землей получается городская плотность. И танхаус переводится как городской дом, где у каждой квартиры свой вход с улицы. И получается, квартира вытянута не по горизонтали, не на плоскости, условно, трешка ваша будет. А она будет стоять вертикально. То есть первый этаж – это обычно кухня и зал. Второй этаж – это, например, зал с телевизором большой, где уже можно спокойно посидеть вечером. Или спальни, например. И третий этаж – это тоже спальня. Плюс есть свой дворик. И мне этот формат жилья очень нравится, потому что он гибкий. Он развивается по мере того, как семья в нем живет. Потому что вы можете, например, расширить первый этаж за счет небольшой застройки дворика. До трех, где-то четырех метров можно выходить и даже не согласовывать новое строение с муниципалитетом, потому что считается, что это задизайнено так. В самом дворе вы можете поставить как барбекюшницу, так и баню, складик небольшой. Или просто все засадить. И что самое главное – со стороны крыши, точнее сверху, вы можете добавить еще один этаж. Все сделано так, чтобы, если у вас вдруг семья оказалась слишком большой, вы без переезда, собственно, проапгрейдите свой этот тамхаус и будете спокойно дальше жить. Ну и главное, что это очень простое жилье с точки зрения дизайна. И оно здесь везде однотипное. Но когда вы гуляете по улице, вам не кажется, что вы среди какой-то скучной однотипной застройки. Потому что за счет полисадников, за счет возможности настройки еще одного этажа, по мере того, как люди живут и обживают это место, вот это, сами люди создают разнообразие. То есть выставляя скамейки, например, перед своим окном, чтобы там попить вина или пиво, например, в хорошую погоду. Или используя это как пилопарковку, для украшения, для озеленения. Ну то есть именно люди создают разнообразие. И в какой-то момент вы перестаете замечать, что по сути это Ctrl-C, Ctrl-V. Потому что, как я уже говорил, сами люди создают свое жилье, и оно становится индивидуальным. И на мой взгляд, это очень круто. Но если уже перейти ближе к нашим дням, то есть да, проговорили то, что было построено вначале, социальная инфраструктура, танхаусы и многоэтажки. Но вплоть по наше время этот район продолжает развиваться, потому что точечно здесь что-то достраивает. Потому что, например, поняли, что не хватает жилья повышенного класса уже для обеспеченных людей с более большими запросами. Например, чтобы был спортзал в доме. То есть здесь такого не было, сейчас появляется. Плюс местами появляются дома-высотки, чтобы еще был красивый вид из окна. Ну и главное, что высотки позволяют все-таки оставлять большое зеленое пространство вокруг. И опять же, люди получают красивый вид. Да, докатились. Гершман хвалит многоэтажки. Вот, можете запоминать этот ролик. Но относительно всей вот этой территории, то есть она в основном мелкая и среднеэтажная. Но опять же, для тех, кому, например, нравится жить повыше с объемным видом из окон, например, здесь продолжает появляться такое уже предложение. И на мой взгляд, очень круто, что, можно сказать, микрорайон этот не кинули, а продолжают работать с ним вплоть по наше время. Однако это не отменяет того, что здесь все-таки довольно недостаточная плотность, чтобы появились уже разного рода магазины вещей или кофейни, рестораны. То есть за всем этим нужно ехать уже в центр города, где большие потоки людей, где такой бизнес может просто выжить. Потому что здесь, к сожалению, все очень скудно. Есть такой небольшой подцентр, где будет супермаркет, парикмахерская, аптека, ну и по сути все. То есть в целом этот тип застройки, микрорайон такой, страдает примерно теми же болячками, что и советские спальники. Другое дело, что в самом начале здесь просто подумали, что нужно создавать разнообразие и придерживаются этой мысли вплоть по наше время. С транспортом тоже есть свои тонкости. Потому что в целом, несмотря на то, что мы записываем это в Роттердаме, а это Нидерланды, где у каждого по два велосипеда, здесь сама структура районная проавтомобильная. Потому что банально чаще всего быстрее именно на нем доехать до нужного магазина, супермаркета, работы или учебы. Потому что у многих есть вообще предубеждение, что микрорайон это лучшее, что было придумано для пешеходов. Но это не совсем так. Потому что внутри мега-квартала вы еще перемещаетесь нормально. Но когда вам нужно поехать куда-то, то выясняется, что все слишком далеко и это слишком неудобно. Поэтому в основном здесь все пользуются машиной. При этом, да, есть велосипеды, но скорее ими пользуются, чтобы доехать до станции метро, которая здесь тоже была прорыта. Точнее даже не прорыта, проложена. И при том по земле. Я, честно говоря, вообще впервые такое вижу. Потому что если в центре города, в центре Роттердама, метро идет, как обычно, в туннелях под землей, ну, ничего необычного нет, то вот ближе к окраинам оно поднимается на уровень земли, но не находится в выемке, не находится, не приподнят относительно тротуара там и улиц в целом, а просто проложен на том же самом уровне, по которому ходят люди и ездят машины. И получается, что каждый заезд в квартал, во двор, это шлагбаумы, при том такие, ну, как суровые железнодорожные шлагбаумы, которые просто закрывают проход. На самом деле решение мега странное. То есть я понимаю, что это максимально быстро и дешево, но такая железнодорожная линия, полностью обособленная, разрывает просто один район на две части, и люди не могут нормально попасть во своего, например, дома к соседнему, если они находятся вот между этой самой линией метро. То есть обычно все-таки в таких случаях линию метро опускают ниже уровня улиц, перекидывают сверху мостики, улицы, и как бы все нормально взаимодействует. Единственная проблема – это уровень шума. Ну, с ней, в принципе, можно бороться, если нормально поддерживать пути и сами вагоны. Здесь же, ну, здесь, честно, с точки зрения транспортника – это порнография. Никогда так не делайте. Проще было просто сделать нормальный трамвай, который бы точно так же возил много людей, но при этом не обрывал один район друг от друга. В какой-то момент здесь осознают еще одну проблему – что Роттердам просто безликий. И тогда начинается эра экспериментов. Потому что здесь начинают согласовывать то, что ни один здравомыслящий главный архитектор в любом практически городе делать не даст. И, например, так здесь появляются кубические дома. Один из первых самых знаковых и интересных проектов города. То есть здесь архитектор начинает играть с формой. И, в принципе, этот дом до сих пор печатают на всех открытках. Сюда регулярно приходят туристы, чтобы сфотографироваться с ним. И с точки зрения недостопримечательности место начинает работать. Но выясняется другой момент. То, что когда у вас неровный пол, неровные стены, куда нормально не войдет ни один шкаф, что жить в таких домах не очень удобно. И поэтому сегодня здесь в основном хостелы, квартиры под сдачу на RNBNB. И, скажем так, именно коренных жителей здесь не очень-то много осталось. Потому что они предпочли дома, может, и поскушнее, но зато поудобнее для жизни. Чтобы вы лучше понимали, это не совсем кубические дома. Потому что, по сути, это кубические дома на ножках. Вот здесь вот у нас идут подъезды. Каждая дверь это отдельная квартира. И затем уже люди поднимаются наверх. Где-то и снизу еще могут быть разные торговые помещения. Но в целом это, я не знаю, напишите в комментариях, хотели бы вы так жить. Со своим входом, но при этом домом, где все углы неправильные и ни одна мебель из Икеи к вам не подойдет. Эксперименты с архитектурой в городе продолжаются вплоть по наши дни. И так, на площади ровно напротив кубических домов, не так давно открылся Март Халли. Можно так сказать, что это город в городе. Потому что, если вы заходите в саму арку, то там вы видите, по сути, крытую рыночную площадь. Хотя, задумывалась она как рыночная, но, по сути, превратилась в один большой фудкорт. Снизу идут парковки и огромный сетевой супермаркет. То есть, такая, действительно, очень насыщенная городская площадь, просто за стеклянной стенкой. Но, если мы посмотрим на самого здания, то мы поймем, что эта арка еще состоит из жилья. Ну, то есть, как я говорил, город в городе. В принципе, если вы работаете удаленно, то вы можете из своего здания не выходить. Потому что тут же вы можете поспать, поработать, поесть, закупиться продуктами. И, в целом, даже не коммуницировать с остальным городом. И тут у вас мог возникнуть вопрос. Но ведь рынок, это куча людей, это шум, это запахи. Как вообще так жить? Но, в принципе, архитекторы все проработали. Поэтому, если вдруг окна квартиры выходят на сторону площади, крытой площади, то есть, внутрь арки, то там очень хорошая шумоизоляция и все запахи тоже никуда не проникнут. Другое дело, что с внешней стороны уже идут балкончики. И с внешней стороны как раз идут подъезды домов. А еще, если у вас хорошее зрение, то можете потренироваться и попробовать найти дома для летучих мышей. Потому что в Нидерландах понимают, что город это не только люди, есть еще и экосистема. И нужно новые проекты подстраивать по тому, чтобы она не нарушала экологический баланс. И поэтому здесь заодно сразу заложили жилет для летучих мышей. Потому что почему бы нет? Открывали и проектировали это все до ковида. Видимо, тогда это можно было. Но я думаю, сейчас бы они тоже сделали аналогичное. Плюс отдельно рекомендую зайти внутрь. Хотя бы, чтобы посмотреть на картины, где художники постарались изобразить изобилие. Ну, потому что рынок изобилия, мне кажется, очень хорошо сочетается друг с другом. А если вы приедете сюда в выходные, то вы еще и застанете огромный рынок, который располагается на площади перед Март-Халли. Сегодня нету, сегодня понедельник. Но вообще он есть, и поэтому логично, что, видимо, новый крытый рынок дополнил собой рынок выходного дня. Хотя, как и в случае с кубическими домами, к этому проекту тоже есть вопросики. Потому что форма арки подразумевает, что через центральную часть должен быть транзитный проход людей. Ну, то есть такое продолжение улицы и пешеходного маршрута через центр города. И, с одной стороны, там, где площадь, я сейчас стою, вопросов никаких нет. Но, с другой стороны, эта арка утыкается в здание школы, и там нет ни вида, ни транзитного прохода. Ну, то есть, как будто бы чуть-чуть не доработали, и при том, школа вряд ли куда-то исчезнет в ближайшие десятилетия. А при том, что вот эта вот вся стенка, которая как раз закрывает арку от ветра и, ну, плохой погоды просто, она очень дорогая, потому что это безрамное остекление. И, ну, короче, такое чувство, что можно было придумать что-то другое. Но, тем не менее, как факт, Мартхали есть, и это как раз продолжение исправления старых ошибок и формирования нового облика Роттердама. Одна из самых новых достопримечательностей города – это открытое хранилище в музейном квартале. В принципе, из местоположения и названия понятно, что здесь хранят и для кого, но при этом вот есть вот открытое хранилище. Что это значит? В какой-то момент все поняли, что у музеев есть огромное количество работ, артефактов. Короче, материалы, которые просто хранятся, пылятся на полке где-то, и люди с ним никак не коммуницируют. То есть это, наверное, не очень хорошо. И поэтому здесь решили сделать хранилище, но куда вы можете записаться и зайти, посмотреть подробнее, или же просто зайти в часы работы и посмотреть, как это все устроено. То есть закрытое такое небольшое предприятие при музее сделали открытым. Но это только часть интересного. Потому что если вы будете смотреть на само здание, то вы поймете, что архитекторы восхищались, точнее, ладно, вдохновлялись икеевской чашей и, по сути, построили ее форму. Но чтобы здание не было монструозным, ему сделали стеклянный фасад, в котором отражается практически весь город. А в ночное время здесь есть специальная иллюминация. То есть фасад, казалось бы, очень простой, но ты на нем можешь залипнуть на очень-очень долго. И с фасадом, кстати, есть еще одна интересная деталь. Потому что с одной из сторон к этому комплексу примыкает больница. Где, в том числе, есть палаты людей с расстройством, скажем так, с ментальным расстройством. И чтобы их не колбасило от переливающихся огней, та часть здания, которая выходит именно на больницу, сделали из матового стекла. То есть, в принципе, если вы будете гулять и смотреть, вы можете этого не заметить. Но это очень хорошо видно ночью, потому что там никаких огней уже нет. И вот, казалось бы, даже здесь есть интересный момент. А еще, если посмотреть издалека, то вы поймете, что наверху здесь зеленая крыша со своим небольшим садом. Вот такая вот достопримечательность. Скажите, как вам нравится, не нравится. И сама идея, и воплощение. Но, на мой взгляд, получилось довольно интересно, хотя при этом и просто. Единственное, что меня волнует, это как здесь решают вопрос с птицами. Потому что есть проблема, что птицы не видят стекол и не понимают, что перед ними зеркала. И поэтому в Европе уже давно почитали, что стекла небоскребов разбивается огромное количество птиц. Поэтому там наносят разные пиктограммы, чтобы птицы понимали, что туда лететь не надо. А здесь же, получается, город отражается, никаких пиктограмм нет. И не очень понятно, как они эту проблему решили. Может быть, за счет все-таки вот этих вот швов как-то эффект. Ну, то есть птицы понимают, но тут я не уверен. Если вы вдруг в курсе, то напишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно. На сегодня в Нидерландах и в Роттердаме, в частности, настолько загоняются, чтобы архитектура была качественной. И при том, качество было одинаково высоким, что даже несчастный павильон Макдональдса и то выглядит интересным. По крайней мере, другого такого павильона вы точно нигде не найдете. Если вы хоть раз путешествовали на поезде по старым городам Европы или России, да даже если просто уезжали из Москвы в Петербург на Сапсане, то видели наверняка богатые старые вокзалы. Потому что в 19-20 веках, когда в город приходила железная дорога, это был такой показатель статусности. И в вокзалы вкладывали очень большие деньги, силы, потому что это были такие въездные ворота. Но, грубо говоря, как вот многие говорят, что по человеку судят по одежде при первой встрече, то же самое примерно и с вокзалами. Другое дело, что многие города на планете в наше время перешли от вокзалов на аэропорты и уже вкладывают большие силы, средства, внимание именно на них. Но Нидерланды это тот случай, когда мода делать классные вокзалы осталась. И центральный вокзал Роттердама, точнее новый центральный вокзал Роттердама, это как раз хороший пример современной архитектуры и новой достопримечательности, при том, что это все еще здание вокзала. И вообще голландский железнодорожный дизайн это пример, когда не просто суперудобно, понятно, но еще и красиво. И если разбирать конкретно центральный вокзал Роттердама, то здесь один большой туннель, который проходит под всеми железнодорожными путями. В принципе, за счет того, что в Нидерландах практически все железные дороги сделаны в виде насыпи, то прорубить тоннель заранее, сделать с него сходы, точнее лестницы наверх, лифты довольно просто. И получается, что вам не нужно петлять между разными подземными переходами, потому что у вас есть один огромный проход, и ты понимаешь, что если ты находишься около первой цифры, то дальше у тебя будет второй, третий, четвертый путь и так далее. То есть навигация максимально простая, вы не сможете уйти куда-то влево-вправо или запутаться, потому что изначально все построено очень просто. Кроме того, вот здесь, да и в принципе практически везде, туннели сплошные, то есть вы можете зайти как с одной стороны на вокзал, так и с другой. То есть городская ткань, она практически не разрывается от железнодорожного вокзала и железнодорожных путей. Хотя в случае с Роттердамом, ну и Амстердам, кстати, тоже, рядом с проходом для пассажиров обычно еще есть прокол для велосипедистов, чтобы, опять же, вы могли нормально перемещаться с одного района города в другой. То есть вокзал, можно сказать, улучшает транспортную доступность, и вы можете с любой стороны как нормально подойти пешком, так и подъехать на велосипеде. Кроме того, что очень важно, в рамках такого туннеля очень удобно сделана торговля, потому что у вас есть прямой транзитный пульт, где практически ничего не будет стоять, разве что только лифты на платформы. А в целом все пространство свободное, чтобы люди могли купить и попить, или поесть в дорогу, или же купить ту же самую книжку, чтобы как-то скрасить свое ожидание. Это момент, связанный, можно сказать, с пассажирами. Но есть еще вопрос экономики. То, что когда у вас большое здание, его нужно отапливать, его нужно убирать, его нужно ремонтировать. И на все это уходит очень много денег. И как раз за счет торговли можно хотя бы часть затрат, ну или желательно все, покрывать. И здесь многие, наверное, представляют, что сразу надо везде понапихать ларьков. Как-то очень часто происходит, к сожалению, у нас. Но здесь все было заложено изначально, и торговля идет по бокам. То есть она никак не мешает транзиту. Она как раз добавляет удобство вокзалу, и при этом способствует, чтобы как-то билось хоть немного экономика. Но это что касается главной транзитной зоны, главного прохода. А если мы выйдем уже непосредственно в главный вход, главный вестибюль, можно называть по-разному, то здесь мы для начала увидим, что вход в метро сделан ровно напротив турникетов. То есть пересадка максимально короткая. Если вы едете на вокзал откуда-то издалека на метро, то ровно так должно быть. То есть максимально короткая пересадка. Дальше же мы видим, что есть какие-то зоны ожидания, немного торговли. Но главное, что у нас очень много воздуха, очень много пространства. То есть здание на вас не давит. И есть три выхода. И здесь тоже много всего интересного. Потому что один выход выходит на автобусный хаб, где останавливаются и туристические автобусы, и обычные городские. С другой стороны, у нас уже трамвайный хаб, который связывает весь город со зданием вокзала. То есть здесь не только пересадка поезда и метро. Здесь еще есть наземный транспорт. Тоже максимально короткие, удобные пересадки. И во многих случаях вам даже не нужно особо выходить под открытое небо. То есть в случае дождя вы скорее будете находиться постоянно под навесом. Ну а главный вход, визитная карточка всего вокзала, где я сейчас и стою. Это, собственно, главный вход и выход на пешеходную большую площадь с дальнейшим променадом уже в деловой квартал города. То есть максимально дружелюбная пешеходная среда. И тут вы, наверное, могли спросить, а как же велосипеды? Ну, Нидерланды. Велосипеды должны быть. Где же они? А они под землей. Да, здесь есть подземный велогараж, который связан с прямым проходом и созданием вокзала, и со станцией метро. То есть так называемая проблема последней мили. То есть чтобы вы доехали до города, а дальше вам еще нужно добраться, например, до своей квартиры, или до офиса, или учебы. Обычно для этого у голландцев есть второй велосипед, там, где они работают или учатся. И вы здесь спокойненько переходите от поезда вниз, берете свой велосипед и едете, куда вам нужно. Максимально короткая, удобная пересадка. То есть не просто так я говорил, что и красиво, и удобно. Потому что вокзал стал действительно достопримечательностью въездными воротами в город. С ними постоянно все фотографируются, потому что очень запоминающаяся архитектура. Современная, что важно, классная архитектура. И при этом все максимально близко и удобно. Смотрите и учитесь. А, ну да, естественно, как же я мог забыть? Само собой, никакого досмотра при входе на вокзал нет. Все двери открыты, полностью безбарьерная среда. То есть здание вокзала является продолжением улицы. Никто вас не будет в шпанате кричать, что сумочку на ленточку там или что-то еще положите. Ну, потому что безопасность обеспечивается другими средствами. Когда вы делаете очередь перед зданием вокзала, это обычно хорошо не кончается. И если вы смотрите меня из Волгограда, то наверняка поняли, о чем я говорю. В этом, да и на самом деле о многих других роликах, я частенько опускаю разные архитектурные детали. Будь то точно год постройки или имя архитектора. Но делаю я это не потому, что такое злое. Просто я, во-первых, боюсь ошибиться. А во-вторых, я считаю, что моя главная задача передать суть. Заинтересовать, можно сказать, вас. А дальше уже, если станет совсем интересно, то вы как бы сами найдете информацию на Википедии, в путеводителях или в книжках. То есть главное именно вот это посеять зернышко интереса. И если вы вдруг будете в Роттердаме и тоже захотите посмотреть на местную архитектуру, изучить ее прям досконально, то я рекомендую вам зайти в местный туристический центр, который находится прямо на главной улице. Потому что, во-первых, он находится во дворе старого дома, где еще бывал когда-то Наполеон. Во-вторых, внутри очень много классной сувенирки, связанной с архитектурой. И главное, что там продают именно специализированные архитектурные гайды по городу. В общем, если вдруг будете тут и захотите углубиться в эту тему поглубже, то рекомендую просто туда зайти, купить. И там уже будет карта, схема. Ну и плюс, возможно, домой что-нибудь прикупите себе классного в памяти о Роттердаме. Обычно, когда я что-либо рассказываю про Нидерланды, неважно, там, сравниваю, не сравниваю, обязательно придут люди, которые скажут, что ну, у них-то климат тот, это нам не повезло, поэтому нам ничего нельзя делать. И неважно, пишет человек из Норильска, Краснодара или Калининграда, обязательно климат будет не тот. Но в случае с Роттердамом, я не хочу вам доказывать, что здесь сейчас плюс 10, но ощущаются они как ноль, я хотел бы акцентироваться на ветре. Потому что так как здесь рядом море, здесь бывают очень сильные ветра, и за одним из островов даже закрепилось название Остров летающих собак. Потому что, когда его начали уплотнять и ставить все высотки, то выяснилось, что ветер, когда попадает в узкое какое-то место, там начинаются такие порывы, что действительно мелкие собаки иногда, ну, скажем так, немного улетали от своих хозяев. И чтобы эта практика не стала повсеместной, чтобы Роттердам, в принципе, не стал городом летающих чего-либо, здесь сейчас все высотные проекты продувают в специальных моделях. И если вдруг выясняется, что что-то там станет хуже, то делают специальные выступы, которые как раз должны гасить эти самые ветра. Ну и плюс, если мы будем говорить про улицы, то тоже есть специальные средства, дизайн-решения для успокоения ветров. Это, в первую очередь, деревья. И тут я хочу напомнить вам про свой ролик о пользе деревьев, потому что они умеют не только кислород вырабатывать. Ну, мне кажется, что у многих эти познания заканчиваются о деревьях. Там много всего интересного. И ссылка на этот ролик будет в описании под видео. Заглядывайте туда, потому что... Ну, потому что, в целом, на моем канале много интересных роликов, но некоторые из них вы могли пропустить. И чтобы этого не было, но самое интересное, я оставляю всегда ссылки в описании под роликами. Короче, правда, заглядывайте туда. Вообще, если вы вдруг возьмете машину и решите доехать до порта Роттердам и проехать его, например, насквозь, то на побережье вы увидите очень брутальные торчащие конструкции, чья главная задача как раз тоже гасить ветра, чтобы ничего не сдувало. Но туда добраться будет уже довольно проблематично. А здесь когда-то был порт. Собственно, до наших дней дошли некоторые старые постройки, будь то склады или конторы, где располагалась, точнее, дирекция, линии, которая возила людей в сторону Америки, действующий один круизный терминал, и даже сегодня здесь стоит круизный лайнер. Но в основном последние годы здесь занимаются массовым редевелопментом и превращают бывшую портовую территорию в обычный городской район. Получается, это у них не очень хорошо, потому что здесь в основном элитная недвижимость, и по выходным просто территория вымирает. Потому что здесь в основном рабочие места, которые, опять же, по выходным пустуют, и, видимо, те, кто покупают квартиры, покупают их ради инвестиций, либо же сами куда-то уезжают. Поэтому какой-то обычной городской жизни по выходным здесь вы не встретите, но это активно пытаются исправлять и активно здесь экспериментируют. И не только превращая бывшие склады в какие-то офисные или торговые, жилые здания, но в том числе строят надводные здания. Плаучими домами в Нидерландах вы вряд ли кого-то удивите, потому что даже в Амстердаме вдоль канала стоят баржи и суда, где живут люди. И это считается полноценным жильем, где вы даже можете получить регистрацию, ну, то есть получать почту, туда же подключается газ, вода, канализация и все остальное прочее. И вообще очень кайфово жить, в том плане, что если надоело, вы можете куда-то сорваться и уплыть на своем доме. В новых районах тоже довольно часто можно встретить дома на воде. Но здесь же, помимо небольших домиков, где разместилась гостиница, ну, то есть один домик это один номер, здесь вот помимо этого сделали аж трехэтажный офисный плавучий центр. И при том сделали, получается, бетонный корпус, который везли через половину страны, привезли в Роттердам, и здесь уже начали строительство и в основном применяли дерево. То есть это бетонно-деревянный плавучий дом. И как мне рассказывают, там сидят очень непростые архитекторы-девелоперы, которые прям вот могут себе позволить жить красиво. Потому что у них, получается, со стороны набережной есть небольшая частная площадь, от которой уже идет мостик самого здания, и за зданием еще есть плавучий бассейн. Короче, в центре города ребята отгрохали прям вот красавчики. Я думаю, это достойно вашего лайка, потому что, ну, вот скреативили. И к тому же это еще ведь получается очень устойчивое решение. Потому что если вдруг Нидерланды все-таки окажутся под водой, то этот офисный центр выживет, как и гостиничные номера. То есть они не утонут, и всем будет хорошо. Вообще, мне кажется, это очень классная экономическая модель. Типа, вы застрахованы практически от всего. Только как-то тушить, но вряд ли деревянное здание посреди реки сгорится ведь, да? В общем, Нидерландух умеют не только отвоевывать пространство воды, осушая территории, застраивая их, но и в том числе строить прямо на воде. Что ж, надеюсь, ролик вам понравился и вы узнали что-то новое. Напоминаю, что важно нажимать на кнопку лайка, чтобы большее количество людей посмотрело это видео. Не забывайте подписываться на канал, и в описании под роликом много классных ссылок. Например, там есть ссылка на мой телеграм-канал «Город для людей», где каждый день выходит что-то новое. Плюс в описании есть ссылки на другие похожие ролики. Например, я снимал вам про инфраструктуру Амстердама. Почему голландские улицы, в принципе, имеют такой дизайн, и насколько там много очень интересных деталей, про которые мало кто рассказывает. Отдельно я еще снимал огромный ролик. Точнее, ролик-то нормальный, а вот район огромный. Новый район Гамбурга. И там я рассказывал, какие ошибки допускали немцы, когда начинали его строить, и как сейчас они что-то пытаются исправлять. И вот много других похожих роликов. Но все на это есть ссылки внизу в описании. Обязательно туда заглядывайте. И большое спасибо спонсорам канала за то, что помогаете мне работать, планировать свои вот такие поездки, рассказывать вам про мировой опыт, как разные ошибки решают в разных концах света. Напоминаю, что есть спонсорство как для российских карт, так и для зарубежных. Все спонсоры смотрят ролики раньше других. У нас с ними есть закрытый телеграм-чат. И плюс все ролики они смотрят без рекламных интеграций. Поэтому становиться спонсором это не только полезно, но еще и очень приятно. И опять же, все ссылки есть внизу в описании под видео. Заглядывайте туда. Вот на этом, кажется, все. Любите города и до встречи в следующем ролике, который выйдет уже очень-очень скоро. Ну и небольшой спойлер, что из Нидерландов у меня будет еще материал. Поэтому до встречи. Пока.